Здравствуйте! В эфире «Вести Чукотка» в студии Владимира Никитиченко. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях округа. Дальнемагистральные самолеты, эксплуатирующиеся на направлении Москва-Анадри-Москва, переведены в российский реестр. Как сообщила авиакомпания «ЮТЕР», переводить самолеты в российский реестр они начали еще в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные «Боинг-767». Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания пассажиров и заказчиков. Это особенно важно, учитывая, что авиакомпания «ЮТЕР» играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России, особенно в труднодоступных районах севера, заявил президент компании «ЮТЕР» пассажирские авиалинии Олег Семенов. Ранее авиакомпания проинформировала своих пассажиров о приостановке продажи билетов через сайт и введении максимальной глубины продажи в две недели. Однако эти меры были обозначены как временные. Сегодня в ходе сессии окружной думы губернатор округа Роман Копин заявил, что в настоящее время ведется активная работа с авиаперевозчиками. По их информации, в скором времени они должны перейти в плановый режим работы. Ситуация действительно непростая, но над этим и работает правительство Российской Федерации, правительство Чукотского автономного округа, ну и все перевозчики, которые работают в стране. Могу сказать, что если о направлении «Анадырь Москва», «Анадырь», на котором работает авиакомпания «ЮТЕР», компания сейчас перегруппирует свои силы, занимается переоформлением судов. Это займет какое-то время для решения. В связи с этим компания уведомила регион своих всех пассажиров о том, что перешла временно на режим планирования до 15 дней для того, чтобы оптимизировать эту работу. И этот режим временный. По нашей информации, мы очень рассчитываем, чтобы сегодня, максимально завтра, в ближайшем течение ближайшего дня, максимум двух, компания перейдет в плановый режим работы с учетом этих обстоятельств. Дополнительно могу сказать, что мы продолжаем работу с правительством Российской Федерации, с Минтрансом по дополнительному обеспечению наших пассажиров возможностей перевозок. И, в частности, решение острых проблем. Например, мы сейчас видим, что по Билибинскому направлению, на направлении Кипервьем-Магадан, на пиковые даты отмечается отсутствие, дефицит мест. Мы сейчас работаем с авиакомпанией, с регулятором, для того, чтобы снять эту проблему и дать возможность на пиковые даты приобрести билеты. Продолжение следует...